Александр Игоревич, можно вопрос вам? Да, конечно. У нас есть вещи, которые объединяют. У вас и у украинской стороны есть волонтеры. И вот они очень просят задать вопрос вам. Можно ли делать совместные акции, чтобы развеять миф о том, что донецкая сторона очень все злые, негативные, деструктивные и очень не любят украинцев. Можно ли волонтеры сделают со стороны Донецкой и со стороны Украинской совместную какую-то акцию? Какие-то будут налаживать мосты дружбы, мира, любви между противоборствующими сторонами? Я, к сожалению, не знаю твоего отчества, но сюда были на ты. Я думаю, ничего не изменилось от того, что ты живешь в Киеве, а я стал министром иностранных дел. Я подчеркиваю уважение к вам и к вашей должности. Тогда хорошо, я был тоже на вы, но я не знаю вашего отчества. Александрович. Тимофей Александрович. Итак, мы не воюем с гражданами Украины мирными, поэтому любой гражданин Украины мирный может приехать сюда и вести любую просветительную или благотворительную деятельность. Мы говорим о большом количестве людей, которые готовы приехать и налаживать мосты. Ну что такое большое количество людей? Дело в том, что вы же понимаете, есть вопросы безопасности, чтобы под их видом не приезжали диверсионные отряды. Это будут исключительно волонтеры. Список мы заранее вам предоставим, вы можете их проверить. У них будет желание оказать гуманитарную помощь и сделать какую-то совместную мирную инициативу, чтобы развеять мифы и страшилки. Я думаю, что большое количество невозможно, поскольку действительно там снаряды падают, и вы на себя не возьмете руководство и ответственность за этих людей. Мы прятались в гостинице, там где живет ОБСЕ, так ОБСЕ пряталось в бомбоубежище, в подвал, хотя координаты этой гостиницы есть у каждого артиллериста, так сказать, сюда не стрелять, потому что международный скандал. И все равно эту гостиницу трясет, и ОБСЕшники, начальник службы безопасности их завел в подвал. Визите достаточное количество. На сегодняшний день не обязательно даже в политических партиях и в общественных организациях собирать всех на собрания в один актовый зал. Можно через телефонию, факсом, телефоном скоммуницировать мнение. Точно так же, как мы вот сейчас находим. Донецкая сторона просит или чешет ладонь. Что это вы делаете? Это я прошу. Я просто хочу напомнить, что тут через час начинается комендантский час, и пора... Да, мы чуть-чуть перебрали по времени, я уже молчал, чтобы не разваливать. Диалоги с маленькой реприкой. Есть маленькая реприкой. Маленькая реприкой. Донецкая. Студия в Донецке. Я хотел бы, чтобы вы знали, что на остальной части Украины есть очень много людей, которые хотят жить вместе с Донбассом в мире. Я хочу, чтобы вы были в этом просто уверены. Я вижу этих людей. И благодарю Тимофея сейчас за эту инициативу, которую он высказал. И хочу попросить... У нас сегодня в Украине достаточно много организаций, акций, фондов и тому подобное, которые занимаются миром. Я хочу попросить того же Тимофея выступить центральным инициатором, чтобы мы объединились под эгидой вашего фонда, например. Мы примкнем, все, кто есть. И тогда мы сможем показать волю к миру нашим руководителям, в том числе и вам, Донецк. У нас есть человек, которому мы так не смогли передать слово. Это Алексей Мелехов, общественный деятель. Буквально несколько слов. Алексей, какой ваш основной посыл? Мой основной посыл мне очень трудно, скажем, с той стороной, понимая, что там гибнут мои земляки, очень трудно выражать какие-то свои вот идейные, скажем, откровения. Но мой посыл такой, что жизнь, она у всех одна, скажем. Это основная ценность людей, каждого человека. Мы голые приходим, голые уходим. И пока мы не будем ценить эту основную ценность и понимать, что выбор, личный выбор каждого к этой ценности, к созиданию, доброте, будет основной, мы не построим диалога никакого. И мне трудно призывать ту сторону, скажем, Донецк, мой родной Донецк, Луганск. Там мои друзья, земляки, и мне трудно призывать к оценке этой ценности как жизнь, потому как я понимаю, что они сталкиваются со смертью каждый день. И мне трудно, также находясь в этой студии, понимать, что кто-то отдает эти преступные приказы, кто-то провоцирует эту войну. Но мой посыл такой, что мы все братья, и максимально со своей стороны, с находящимися здесь в студии людьми, я приложу максимум усилий, все, что от меня зависит, чтобы эта война прекратилась.